Ну что ж, Клим Жуков, Дмитрий Саныч, всем привет! Роликов остаётся всё меньше и меньше. Я вам напоминаю, осталось 10 роликов до конца всего вот этого челленджа. Три долгих, в общем-то, ладно, во всех остальных видеороликах я вам ещё всё это расскажу, покажу и так далее. А сегодня у нас тут Блэк Раша. Да не простая Блэк Раша, а Блэк Раша с обновлением. Я вот сегодня специально, так сказать, вы думаете, чё я ролики-то выпускаю в один день, там, в воскресенье, понедельник и так далее. Всё просто, я жду момента, когда, ну, как бы я всё это смогу сделать. Я жду просто одного вот этого вот всего момента, когда я смогу всё это сделать, всё это выпустить, все новости, возможно, обсудить, которые там выйдут и так далее. Поэтому я думаю, что вы меня за всё это не должны винить, не должны там какие-то, я не знаю, палки в колёса вставлять, колёса в палки и так далее. Поэтому давайте сегодня я просто обслужу новое обновление на Блэк Раша. Типа ничего не происходит, типа там количество роликов, которые нужно выпустить, оно не заканчивается. Типа всё вот так, как оно и всё должно быть. Давайте вот приступим ко всему этому. Лексус ЛХ 570 на Блэк Раше. Как вам? И давайте сейчас сделаем некий обзор на весь этот Лексус ЛХ 570 на Блэк Раше. Как вам? Вот, в общем-то, тут, вот, опять-таки, Блэк Раше исправила все проблемы, которые я ей всегда вменял в вину. Говорил, видимо, они всё-таки ко мне прислушиваются. Видимо, какие-то люди с Блэк Раше влиятельные, такие, знаете, основательные, которые такие, ну, прям, знаете, отвечают за все вот эти вот скриншоты, за все эти наработки обновлений, за все вот эти вот рекламные посты, рекламные интеграции и так далее. Видимо, такие люди всё-таки смотрят мой канал, потому что мой канал, он не для каких-то там вот этих вот, знаете, всех, ну, дураков, которые непонятно вообще, что делают, как делают, зачем они всё это делают и так далее. Нет, мой канал не для таких людей. Мой канал для людей, которые чётко понимают, что им надо от жизни, которые чётко понимают, сколько у них доходов в месяц, которые чётко понимают, что они могут оформить спонсорство на мой канал, поддерживать его материально и после этого ещё много всего понять от всего этого. Я думаю, что вы, как адекватные люди, как все прочие люди, все это должны прекраснейшим образом понимать. Так вот, весь этот Lexus LX570, мы можем видеть, что он с колесами. Если, типа, с этих двух сторон есть колеса, значит, они есть и с тех двух сторон. Хотя тут, конечно, можно задуматься. Возможно, эти чуваки с Black Rush, которые делают все вот эти вот обновления, они решили усыпить мой взор всеми вот этими вот колесами, которые повернуты к нам. То есть, мы-то видим, разумеется, что вот с этой, со всей стороны, есть все колеса. То есть, все колеса, они на местах. А с другой стороны, возможно, их нет. Но тогда машина бы, я думаю, проваливалась. Я думаю, она бы не держалась так, как она есть. Если сейчас тут как-то все это замерить, как-то все это посмотреть, то, наверное, ну, можно будет все понять. Но сейчас я так подозреваю, что машина, она со всеми колесами. Поэтому я ответственно заявляю, на нее можно будет задуматься. 10 колеса будут, все будет, и все будет отлично. То есть, я думаю, что в этом плане каких-то возражений, каких-то лишних эмоций, какого-то вот всего вот этого вот прочей, каких-то прочих вещей, в общем-то, тут быть не должно. Все должно быть абсолютно точно понятно, абсолютно точно высмотрено. Должна быть какая-то насмотренность и так далее во всех этих делах. Итак, давайте, ну, уже отсмотрим, посмотрим саму модельку. Lexus LX 570. Давайте я загуглю сейчас весь этот Lexus LX 570. И вообще посмотрим, как он выглядит в настоящей жизни. Вам, конечно, на монтаже я все это показывать не буду. Зачем? Вам это все надо? Чтоб я все это вам показывал? Чтоб все это у вас было? Я не знаю. Но почему-то нет. Lexus LX, он все-таки есть. Со всей вот этой вот стороны, которую я вижу, которую я могу посмотреть, которую я могу показать вам. Он со всей этой стороны, разумеется, есть. И это значит только одно, то, что, ну, то есть, достоверность максимальная. Если вам нравятся вот эти вот все русские машины, ну, вернее, даже не русские машины, я не знаю, Lexus-то кто, японцы, корейцы, китайцы и так далее. Я не знаю, кто это вообще такие. Может, это вообще там не люди, может, какие-то еще вот эти вот все прочие, так сказать, люди. Но это японцы, да, японцы. То есть, вот такие вот. Lexus, ну, все понятно. Я сразу так понял, что это японцы. И, в общем-то, вот, да. Lexus похож, Lexus сделан. Ну, в общем-то, если вы захотите задонатить на японские машины, на настоящие вот эти вот все машины, которые вы захотите видеть в игре, то, разумеется, ну, как бы, донатьте, все вот это вот делаете, покупаете машины. А я хочу вам напомнить, что я играл на 11-м сервере BlackRush'а под названием Indigo. Вы можете на этот серверок зайти, ну, предварительно, конечно же, скачать в лаунчер, ввести мой никнейм при регистрации Данила КПРФ, а также на втором уровне ввести мой промокод хэштег задоса, и все у вас будет хорошо, замечательно и круто. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока и всем, разумеется, до свидания.